Друзья, в данном ролике выпустим пещерный город Качикальон, затем бисерный храм Анастасии Узорешительницы и по окончанию поднимемся на смотровые площадки на плато Качикальона. Если вам понравится видео, буду рад лайку, еще больше подписки, а если есть что сказать, не стесняйтесь, пишите комментарии, обсудим. В конце ролика расскажу, как добраться до этого места на общественном транспорте и какой маршрут выбрать, чтобы поставить все эти достопримечательности. Чтобы пойти посмотреть на пещерный город, необходимо будет заплатить 100 рублей в этой будке. А вот тут вот церковь Святой Софии. Ничего себе. Там даже алтарь какой-то есть. Ого. Идешь такой, идешь. А тут раз и город в скале. Ну-ка, что тут у нас? Опа. И тут, видимо, вода у них была. А тут и подсвечки, наверное. И вот тут у них второй этаж. Ну, сейчас как раз проходим над первым этажом. Тут раз. И еще комната. Да, в Крыму, куда ни глянь, все что-то такое древностью пахнет. А тут уже что-то рассыпалось. Да, ребят, смотрите, какой навес здоровущий. Так, ну, продолжим. Наверное, подъем. А здесь кого-то, видимо, засыпало. Вот этот кусок отвалился. Идешь такой, идешь. Тут бац, по голове. У меня и каски нету. У меня и каски нету. Я и не знаю. Я ищу в ручку. Я ищу в ручки не могу. В ручку неandırю. Я ищу в ручку, не знаю. Сейчас. Я ищу в ручку. В ручку необычу. Я ищу в е 걸чку. Продолжение. Значит. Ищу в ручку. тут когда-то жили все зелено, что-то розовый цвет какой-то и вид такой пойдем сходим кого-нибудь привет привет сосед сам как а туда-то не как туда-то не как поднимали сесенкой что ли это что не выдалбливали так обалдеть еще и лавочка есть усталых путничков ну эхо тут пока еще не совсем интересно тут водопад идет так-то карниз весьма как сказал недурственный карниз тут большой ого смотрите как обалденно корни сплели стеночку вцепились а вцепились а товарищи дальше пойдем ну сейчас останется только вон вниз туда шмякнуться и все вспоминайте меня но вы не такие я мы не хотим этого делать даже для дорогих подписчиков ставьте лайк если вы так же думаете вот тут уже что-то проросло хорошо тут опять ямка прогуляемся по лесенке вырублены скорее и что у нас тут так а где тут подъем на гору ребят что тут как-то не так ладно а вон по низу это я не туда ушел ладно я не гордый пойдем еще раз свой путь да это стоит того что вы увидите зелень чистый воздух птички поют красота вообще ну мне вот этот вид нравится то прям не знаю так держится обалденно дорогая моя подписчица выходи за меня замуж я уже нашел наши жилы по площади будем жить и не тужить любоваться видами ну и все как мы любим сейчас куда нас нелегкое занесет так что-то мне кажется я опять не туда иду ладно дубль третий вот ребят и знаменитая гора которая постоянно фигурирует в фоточках в инстаграме сейчас мы тоже увековечим свою фильку здесь а это четвертый грот и он наиболее впечатляющий его высота примерно 70 метров и в нем находится родник из которого брали воду обитатели пещерного города к сожалению сегодня он практически иссяк вода просачивалась сквозь трещина в скале и скапливалась в круглой купели источник был назван в честь святой анастасии его завещительницы красотень еще и крест выбитый и 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 Реугольник Видите, как обалденно Реугольник 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 Субтитры подогнал «Симон» Сейчас еще пройдемся сюда, посмотрим, что там у нас за поворотом. Дальше у нас что-то смотровое. Субтитры подогнал «Симон» Обалдеть! Ох, как тут дышится свободно. И дальше проход, наверное, закрыт. Сейчас вот эта вот штучка упадет нагло. И будет нам счастье. Хотя где-то куда-то тропочка идет. А, и все, тут закрывается типа. Хотя... Хотя... Туда кто-то идет, так вопрос не вижу смысла особо. Туда дальше-то идти. Да? Дальше не пойдем. Все-таки вот это место впечатляет масштабностью. Если тут деревья выросли, значит, в принципе, давненько тут это все происходило. И туда как лавина сошла, наверное. О, да и там еще, что ли, у нас... Там тоже, что ли, пещерный город. Да, вон в Келье есть еще и там. Что мне тут... Явно тут больные не выживают. Приболела голова. Пошел такой, пошел, бац, и уже голова не болит. Ну, наверное, пришли. О, был кранчик какой-то. Интересно, работы нет. Ну, что-то капнула, ну, не знаю. Святой источник молитвы. Сейчас мы посетим бисерный храм Анастасию Зарешительницей. Дево в Крыму единственный в своем роде. Это небольшой скальный монастырь, который существует в Бахчестарайе на протяжении многих веков с перерывами. Он знаменит украшениями из бисера, которые изготовлены руками монахов и прихожан. Бисерный храм сделан в пещере, вырубленном известняке. Такие стены отличаются большой сыростью, на них не держится роспись. Был найден оригинальный выход из этой сложной ситуации. Все украшения изготовлены из бисера. Из него выполнены также все панно и композиции. Это же не бисер, не бисер. Сейчас мы отойдем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все, камушечка. Красиво. Красиво. И это реально бисер. И это все из камушек и бисера. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вообще постарались. Красиво. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...